Итак, смотрите, для нас зачатие детей — это секс просто, означает, что мы никого не приглашаем в свою жизнь. Придёт тот, кто придёт. Так? А потом мы из этого чувствуем трудности, что ребёнок сердцем как бы не резонирует с нами. Но мы хотели этого или нет в своей жизни? Мы совершили этот ритуал. Но мы готовились к этому. Мы хотели серьёзно подойти к этому вопросу. Не факт. Результат тоже такой же. Зачатие детей начинается задолго до зачатия детей. Первое, что нужно сделать, — нужно установить отношения. Мужчина и женщина должны стать близкими друг к другу. Близость не может наступить, если люди жестоко бросили до этого кого-то. Она просто не наступает в этом случае. Если мы совершили какой-то злой поступок в прошлых отношениях, то в этих отношениях в семье не будет. Для того, чтобы она возникла всё-таки, нужно раскаиваться, нужно совершать вот эту практику покаяния внутреннюю, чтобы Бог дал возможность ещё один шанс, ещё один шанс мне строить отношения семейные. Не отношения сексуальные, половые, а семейные отношения — это что-то другое. Многие люди, даже расписанные, живут просто для того, чтобы половые отношения строить друг к другу. Когда приходит время, половые отношения всегда постепенно тают. Счастье от половых отношений тает в семейной жизни. Духовное счастье увеличивается. Высшие центры активизируются больше при правильных отношениях, а низшие постепенно угасают. При неправильных отношениях низшие центры угасают, потому что всё равно секс сначала самый сильный, потом послабее, потом ещё слабее. То есть теряется счастье от секса постепенно в семье. Становится как какая-то обязанность, как в магазин сходить, допустим. Но становится просто обязанностью всё. Даже потребностей нет часто у людей, просто обязанность. Изобенно у женщин часто так бывает. Но если люди живут для этого только в семье, их семья создана только для этого, значит, она неизбежно разрушается, потому что результат не достигается со временем. Зачем нужна семья? Поэтому 80% браков распадается сейчас. Причина распада — это неправильное понимание, что такое семейная жизнь, зачем она нужна вообще. Это всё понимание пропитано, все фильмы, которые мы смотрим, читаем Фрейда, глубокий философ семейных отношений. Почему-то вся глубина у него идёт вниз. Обычно глубина идёт вверх, но у Фрейда почему-то всё вниз идёт. И получается, что самое главное, оказывается, у человека в жизни — это половое желание. Это основа человеческого существования вообще половой желания. Самое глубокое, что у нас есть вообще, тут же ничего нет — это половое желание. То есть мы не души, которые сотканы из желания любить, служить, заботиться, верить, быть верными, быть добрыми и так далее. И это даёт счастье. А оказывается, главное — это просто половое желание. Так примитивно оказывается всё. Видите, в философии иногда бывает неправильное. И это потом создаёт неправильное понимание. Смотрите, весь мир крутится сейчас вокруг этой идеи. Все фильмы, всё, что мы видим, мы видим вот эти половые отношения, как основу отношений. Очень редко, когда мы видим верность в отношениях, настоящую любовь и так далее, что-то возмышленное, редко показывают нам такое. В основном мы видим что-то другое. Просто красивые люди строят отношения друг с другом и наслаждаются этими отношениями. Красивые внешне. Потому что есть ещё внутренняя красота. Когда у меня есть любимый человек в Индии, это одна русская женщина, ей сейчас 73 года, ей почти нет зубов. Вот так вот. Её не только я люблю, её многие любят. Она такая чистая, добрая, красивая, вся сморченная внешне. 73 года уже. Живёт в жарком климате, такая вся сморченная, без зубов. Очень красивая. Означает правильное понимание вещей. Ну сколько у женщины красоты, сколько она будет видеться. Ну максимум там до 35 лет, прям ярко выраженная красота. Потом постепенно гаснет. Некоторые натягивают кожу, ну делают что-то с этой коробкой наружной, в которой мы живём. Ну это не способ развивать красоту. Надо внутрь уходить в отношения, внутрь. И вот если это внутрь не уходится, тогда о зачатии детей говорит преждевременно. Потому что у женщины не появится потребности, понимаете? Женщина должна почувствовать, я хочу ребёнка от этого человека. Вот очень сильно от этого человека хочу. Означает, уже что-то произошло в отношениях. Чаще всего женщины боятся, боятся иметь детей от этого человека. А кто, почему он? Он не любит меня, он меня использует. От того, что люди неправильные отношения строят, поэтому сейчас процветают гражданские браки, гостевые браки всякие. И очень сплошной брак в этом вопросе. И это плохо. Потому что мы должны как-то разобраться, зачем нам нужна эта жизнь, что такое семья, для чего она нужна вообще, кто у нас будет рожаться. Веды говорят, что в каком состоянии сознания люди зачинают своих детей, такие дети приходят. И это описывается подробно на тонком плане. Что само половое желание мужчины к женщине означает, что есть какая-то душа, которая хочет жить. Вот само половое желание. Мужчина смотрит на женщину. Что такое женская красота внешняя? Означает, что она может зачать ребёнка. Она может зачать, значит, она красивая. Женская красота означает только это. Если женщина не может зачать, у нее меньше красоты уже. Женская красота означает только это. Мужчина смотрит, что половое желание, что такое? Это сила души, которая хочет родиться. Он думает, это кайф просто, это просто кайф, он думает. Потому что половое желание — это просто кайф. У меня и всё. Он так думает, мужчина. Но он не знает, откуда этот кайф берётся. Есть на тонком плане души, которые хотят родиться. Их много, они в очереди стоят. Души в тонком теле живут, ждут воплощения в глубом теле. И душа попадает сначала в сердце мужчины, в сердце возникает страсть к женщине. Означает эта сила, вот эта души, это даёт такую страсть. Половое желание же приходит независимо от воли человека. Человек не то, что сам. А вот половое желание — это я. Иногда нету. Человек хочет — это нету. Души думают, да, тут бесполезно. Они там резинки, сейчас пойдут в ход. Таблетки. Бесполезно там, туда. Магазин закрыт постоянно на обед. Не работает. Половое желание, кстати, зависит от этого. И часто люди, которые сексом занимаются только для того, чтобы удовлетворять свои желания, потом приходят к ощущению, что тю-тю. Не хочется. Вот красивая жена у меня, просто великолепие. Само Бог создал великолепно. Никакого чувства нет. Почему? А чувство от меня не зависит. Это желание души родиться делает это чувство. И поэтому половые отношения предназначены только для зачатия детей. Очень правильное решение — привести ребёнка на лекцию по зачатии детей. Правильное очень решение. Мудрое. Я понимаю, что как бы на ребёнка привели на лекцию, чтобы на Олега Геннадьевича посмотреть. Он же тоже что-то слушает. Итак, это надо усвоить. Первый момент очень важный. Почему мы не любим друг друга? Почему мы не любим друг друга? Потому что любовь, означать влечение, она имеет свой закономерный смысл. Мои статистические опыты расспроса людей показывают, что где-то 5-6 лет в среднем люди занимаются сексом, живут в семье и не зачинают детей. За 5-6 лет они становятся ненавистными друг к другу, отвращение появляется друг к другу, нет любви, пропадает чувство, потому что используется чувство неправильно, не по назначению. Половое чувство предназначено только для зачатия детей. Как это на тонком плане происходит? Как я это вижу? Смотрите, когда мужчина с женщиной сексом занимается, в её теле накапливается сила, притягивающая душу к жизни, в её теле, в женском. Эта сила вызывает у неё изменение настроения. В ней появляется сильное желание иметь ребёнка после половых отношений какого-то количества. В ней появляется беспокойство внутреннее, она не знает причины. Ей хочется чего-то в жизни, она потом понимает, в конце концов, что ей хочется ребёнка. Почему ей хочется? Потому что половые отношения продолжаются, означает, что в неё всё больше и больше вкладывается вот эта энергия, которая заставляет её хотеть ребёнка. И то, что она сама такая дура, вот сейчас у нас нет ни квартиры, ни машины, а ребёнка подавай ей. И дура не понимает, что рано ребёнка иметь. Но желание иметь ребёнка — это не то, что женщина сама хочет, как хочет Бог. Потому что у женщины возможность зачать ребёнка ограничена по времени. Как ограничена? Очень сильно ограничена. У женщины есть несколько периодов в жизни всего, когда она может нормально выносить и зачать. Может быть, лет шесть в жизни всего, в общем целом, может, восемь. Но не всю жизнь. В какой-то период женщине невозможно зачинать. Неплохой период в жизни. Она не может зачинать в это время. Ей нужно подождать. А потом приходит время, и ей хочется иметь ребёнка. И в это время надо зачинать. Есть квартира, нет квартиры — не имеет значения. Потому что, когда приходит ребёнок в жизнь, то всё меняется. И ребёнок приносит удачу. Вот ребёнок в семью приходит внешне, что происходит? Пелёнки там, какать, писать, кушать. И это бесконечно. Невозможно отвлечься ни на секунду к женщине. Кстати, согласно медической культуре, женщина на три года должна забыть, что она где-то работает. Ребёнок пришёл, до свидания работают. Бог поможет. Бог поможет, означает, будет хватать денег, всё. Муж, если женщина принимает такое решение, муж получает деньги по воле Бога. Ну, удача приходит в их жизни. Потому что правильное решение всегда даёт удачу в семье. Поднимите руки женщины, которые сидят с ребёнком и не работают уже года по три. Вы чувствуете удачу или нет? Видите, а вы кто там поднимал? Кто не чувствует из вас? Все чувствуют. Это для всех остальных, я вам сказал. Видите, я посадил пять человек в зал специально, чтобы они руку подняли и держали меня. Верите в это, нет? Нет, это просто так произошло. Мы провели небольшую статью. Ни один человек не сказал, что жизнь не стала лучше. Потому что есть законы определённые, которые надо знать. Если женщина сидит с ребёнком, значит, деньги будут. От неё исходит такая сила, которая удачу приносит. На мужчину на этого смотрят, работу датили, говорят, надо давать ему работу. У них в сердце появляется такое чувство. Потому что от женщины с ребёнком исходит удача, когда она сидит дома с ним. Если она оставляет ребёнка нянечке, то в этой семье удачи уже нет. А удача переходит нянечке. В её семью. То есть там в её семье у мужа будет всё нормально, а в этой семье ничего уже не останется нормально. И она будет настоящей матерью для этого ребёнка. Помните, «Выпьем, добрая подружка бедной юности моей?» Бедной юности моей. Мать для него, поставить для Пушкина, мать была Ленардионовна. Так? Она была его сиделкой. Мать — это не та, которая вот там поорала, поорала, родила. Нет. Мать — это та, которая дала жизнь, любовь свою ребёнку. Любовь. Не работала. Деньги ему не нужны. Ему нужна любовь. Понимаете? Даже бывает, что нет денег в семье, но есть любовь. Ребёнку очень хорошо. Мало, может быть, кушать. Вот я не помню, сколько я кушал. У меня мать голодала. Голодала буквально в смысле слова, когда меня вынашивала. Но я помню её любовь. Я чувствую любовь. Сколько я кушал, я уже не помню. Мне это неинтересно даже. Голодали мы, не голодали. Главное была любовь. Любовь выше всего стоит. Поэтому надо семейное, своё финансовое положение забыть, если ты уже родила, и убедить в этом мужа тоже. С помощью любви опять же это надо сделать. Женщина призвана убеждать мужа. Это её природа. Убеждать мужа в том, как правильно жить. Женщина — это сердце мужа. Она его совесть. Она не своя совесть, а его совесть. Не то, что всё, что она по отношению к себе говорит, это тоже правильно. Нет. Но по отношению к мужу она знает, что правильно. Она знает, что гулять не надо ему от меня. Это правда. Она знает, что он должен работать. Гар такой. Это тоже правда. Должен семью содержать. Это тоже правда. Ответственность вырабатывать в жизни. Правда. И иногда она чувствует, что надо поменьше с ним сексом заниматься. Это тоже правильно. Всё, что она чувствует по отношению к мужу, это Бог даёт это знание. Но не по отношению к себе. Когда... Правильно. Сейчас все дети будут мне всё подтверждать. Сейчас такая лекция. Они потому что думают, как наконец-то об этом начали говорить, что мы ждём рождения в конце концов, насколько можно уже просто от себя секса жить. Люди одноклели. Они живут только для секса. Почему греховно использовать резинки, все эти таблетки? Почему греховно использовать? Как вы думаете? Потому что секс предназначен для рождения детей. А не для того, чтобы мы им просто наслаждались. Пока человек этого не поймёт, он не сможет правильные отношения друг с другом строить, потому что семья создаётся так же, для того, чтобы в неё пришли дети. Кому семья больше нужна? Нам или ребёнку? Кому больше она нужна? Ребёнку, который в ней живёт. Поэтому, когда люди расходятся, они должны ребёнка спросить, он хочет, чтобы папа и мама жили раздельно или нет. Понимаете, нет? Чаще всего дети терпят до последнего. У меня родители ругались, я хотел, чтобы они вместе жили. Но потом в какой-то момент уже думал, что пускай будут мужем и женой, а живут раздельно. Потому что уже просто ужас был. Они там дрались, это нескончаемо было. Я помню эту ситуацию в своей жизни. И это было правильное решение. В детском сердце было правильное решение. Потому что люди не должны расходиться, они должны жить отдельно. Если не могут жить вместе, они должны жить отдельно и поддататься строить отношения. Если у них нет близких отношений, хотя бы далёкие должны быть. Но они не должны помышлять о других отношениях. Должны эти пытаться воссоздать. Отношения, если даются человеку, значит, они должны быть совершенны. Бог, если привязал людей друг к другу, значит, не зря. Мы не сами же привязываемся. Какая-то сила нас держит вместе, мы не можем уйти. Мы хотим, но не можем. Значит, есть сила, которая нас держит. Эта сила знает, что эти отношения могут быть счастливыми, если мы живём для того, чтобы их строить. Но для того, чтобы строить отношения, надо поставить цель. Есть две цели. Есть цель, есть отношения. Нет цели, значит, бессмысленно. Две цели в семье. Первая цель какая? Вместе жить для Бога или очистить свои отношения, сделать их возвышенными, сделать отношения, наколнить их настоящей любовью. Это первая цель жизни в семье. Вторая цель — это дети. Не купить квартиру вместе, не машину, не дачу, не помочь друг другу в том, чтобы найти хорошую работу. Это не является целью всё. Это является следственным. Если люди возвышают отношения свои в семье, от них начинает исходить определённая сила, которая заставляет всех быть рядом с ними. Если правильное отношение между мужчиной и женщиной в семье, это даёт удачу. Сразу работа, статус человека в обществе повышается. В результате. Это в любом возрасте, да? В любом возрасте. Не имеет значения. Даже в 70 лет статус повышается в этом обществе. Если отношения очень возвышенные между мужчиной и женщиной, сила человека не зависит, не зависит не только от его образованности. Допустим, мы думаем, если я получу очень высокое образование, у меня должны, я, допустим, получил образование быть директором завода, значит ли это, что меня возьмут директором завода или нет? Нет. Что нужно? Сила нужна, так? Если у человека нет силы управлять коллективом, он не может быть директором завода, так? Если сейчас сюда зайдёт какой-то влиятельный человек, будет сразу муна, от него исходит сила. Скажут, что здесь происходит, и как раз замынут. Страшно станет. Означает сила, сила власти. Это сила. Откуда она берётся? Из благочестия человека. Благочестия. Означает, накапливаются поступки хорошие из прошлой жизни. Накапливаются, накапливаются. Человек становится могущественным. Ему ещё какие-то курсы образования пройти для управления, и он уже готов. Нет проблем. Образование — это уже вторичное. Сначала нужна сила. Сила берётся из правильно построенной жизни. Поэтому правильное построение жизни является главным для нас. Правильное построение жизни идёт из священных писаний. Допустим, в православии есть «Домострой» такая книга. Очень хорошая книга. Очень мудро. Там много даётся знаний, как строить семью. Когда человек пользуется Знаниями возвышенными, жизнь становится очень мощной. Мощной также может быть жизни у тех, кто не пользуется этими Знаниями. Но это из прошлых накоплений, из прошлых жизней. Вот человек может пройдиться уже влиятельным. Помните? Может быть, не все помнят. Но кто-то ещё помнит, кто ещё жив остался. Вот так пример такой пришёл. Муслим Магомаев. Первая рок-звезда Советского Союза. Просто звезда. Звезда сцены. У неё всё было. Ах, это свадьба, свадьба пела! Столько темперамента, столько силы. Так держится человек. Так обладает красотой. То есть он, когда молодой пел, вообще просто... Он был очень красивый человек. Очень красивый. И все были без ума от него. Почему? Потому что он получил это уже с прошлой жизни. Он уже родился таким. Это невозможно воспитать в себе. Это надо уже получить как дар. Так? В основном люди достигают высокого положения в обществе, имея этот дар уже силу с прошлой жизни. Но правильное поведение рождает больше возможностей гораздо в этой жизни. Больше возможностей. И правильное поведение в семье означает жить не для того, чтобы квартиру купить хорошую в Москве. Мои хорошие, зачем вам нужна хорошая квартира в городе, в котором невозможно жить? Ну, зачем? Это просто безумие. Безумие, в которое мы попали. Думаю, что здесь больше денег. Эти деньги все тратятся просто сами на себя, дорогой город, глупый. Я переехал в деревню, еще жил в деревне больше счастья в тысячу раз, чем я здесь жил. В тысячу раз. Ну, это так просто, для примера. Мы часто ставим не те цели в жизни, тратим много сил на то, что не нужно нам совсем. Но веды объясняют, другие священные писания, что является главной целью жизни семьи. Первое — божественное отношение в семье, возвышать отношения, для Бога жить. Когда люди смотрят на Бога, их эгоизм по отношению друг к другу тает, отношения становятся более сладкими. Чем меньше эгоизма, чем меньше ты хочешь от близкого человека. И чем больше ты ему даешь, тем больше счастья в семье. А давать можно, если у тебя есть. Мы все нуждающиеся в этой жизни. Если мы с Богом строим отношения, значит, у нас появляется сила, которую мы можем отдавать. Я поехал на месяц, в святое место, шесть часов в день молился. Силы становилось все больше и больше. Просто Женя звоню, уже чувствую, как отношения становятся все сладче и сладче. Потому что чем больше Бога внутри, тем больше счастья снаружи, как результат. Вторая цель — это зачатие детей. Если мы не хотим это понимать, то семья развалится все равно. Есть первая цель, просто одна — это первая цель. Достаточно уже. Такие люди становятся, как Ленин и Крупская. Они живут для людей. Для людей. Есть разные примеры. У меня почему-то я родился в этой культуре, и этот пример всплыл. Люди жили для счастья людей. Они, правда, не совсем понимали, что без Бога счастья нет, без веры счастья нет. В революцию невозможно верить. Не просто в консуализм, коммунизм. Как в это верить? Бога можно верить. Потому что это реально подаёт свой результат. Такие соратники бывают. И Бог, и им не обязательно детей иметь. Не обязательно в жизни. Но большинству людей, кроме духовной практики, в семье также нужны дети. И надо прилагать усилия, чтобы они были. Особенно, если ты живёшь в Москве. Если ты появился в Москве. А я иду, шагаю по Москве. Нормальный летний дождь. Помните песню, да? Это атмосферу Москвы того времени характеризовало. Чувствуете разницу? Нет сейчас? Женщины, которые живут в камне, у них теряются гормональные функции, нормально перестаёт работать. Не то, что совсем нет, но они ослабевают. Тяжелее зачинать. Мы когда в Краснодарский край переехали, в деревню, буквально, в деревню мы поселились, там курицы ходят. Бывают посёлки городского типа, там уже курицы не ходят. Там машины ездят, и дома стоят просто. А мы поселились там, где курицы ходят. Курицы, петухи, боросята по улице. Естественно, нормальная жизнь. У нас там труба газовая проходит, иногда на неё прилетают гуси, несколько гусей садятся. Ты выходишь, они такие смотрят на тебя. Кря, кря, кря такие. Все смотрят на тебя. Чувствуется, кто хозяин. Ты не хозяин в этом мире. Смого других хозяев. Красивая жизнь. Рядом животные, природа. Красивая жизнь, счастливая. Так человек должен жить. Все люди так должны жить вообще. Это счастье так жить. И там женщины, они естественным образом беременют. Я никогда в жизни с животами столько женщин. Через одну. Вот магазин куда-то пойдут, через одна беременная, через одна беременная. Очень много. Почему? Потому что, естественно, жизнь создает естественные условия для того, чтобы зачался ребёнок. Некоторые люди уезжают просто отдохнуть. Куда-то там, на Гавайи, ходят по песочку. Вот, ля-ля-ля-ля-ля. Ну так, счастливый в отношениях, во всём. И зачинают ребёнка там. Приезжает уже беременный город.